Спонсор программы Место происшествия Ломбард Титан Ты чел современный и геймер реальный Виснишь часами в сетях социальных Как же там новым не сбить тебя с толку Чуть устарел, а меняешь недолго Здесь есть девайсы по ценам приличным Можно писать в них в паблик и в личку Не важно ты чикса, а может пацан Все покупаем в Ломбарде Титан В Ломбарде Титан Один человек погиб, еще двое получили ранения В ДТП в Белохолуницком районе Там водитель Лады выехал на встречную полосу И врезался в грузовик Все подробности в рубрике обзор аварий ДТП произошло 9 июля в 16 часов По предварительным данным 30-летний водитель 14-й Не справился с управлением Возможно мужчина заснул и автомобиль оказался на встречной полосе Далее произошел удар с многотонным грузовиком От удара оба автомобиля отбросили в кювет В результате водителя, а также два пассажира Лады Получили травмы, с которыми были госпитализированы Однако при транспортировке водитель Лады скончался Два пассажира Лады, мужчины Одному 41 год, другому 54 года Были госпитализированы Сейчас по факту аварии проводится проверка Решается вопрос о возбуждении уголовного дела В Верхошижинском районе очевидцы наблюдали последствия лобового столкновения двух грузовиков МАЗ По данным ГИБДД, 58-летний водитель выехал на встречную полосу И врезался в МАЗ под управлением 41-летнего водителя Оба участника ДТП были трезвыми Вероятного виновника аварии с места ДТП госпитализировали В Кировочепецком районе трезвый водитель лесовоза Неправильно выбрал дистанцию до впереди идущей на марке Шевроле От удара смяло бампер и крышу легковушки Травмы получила 59-летняя женщина-пассажирка Ее госпитализировали На одном километре трассы Вятка у поселка Гирсово Регистратор очевидца зафиксировал две аварии и шесть пострадавших машин Сначала, по данным полиции, в 10-20 утра столкнулись Ниссан, Сузуки и Нива Затем, спустя 20 минут, на расстоянии полкилометра от первой аварии Женщина на колени врезалась в форт, который потом ударил Рено Судя по видео, Калина получила серьезные повреждения Впрочем, по словам инспекторов, в этих авариях пострадавших нет Причинами ДТП стали несоблюдение дистанции и невнимательность водителей В Зуевке водитель Рено въехал в стоящий продуктовый грузовик Очевидцами ДТП стали местные жители Они заметили, что у шофера иномарки признаки алкогольного опьянения Сам виновник аварии, шатаясь, вышел из машины Посмотрел на повреждения, закурил и сел обратно в салон В ДТП никто не пострадал, пассажиров в салоне не было Скорее всего, очевидцы вызвали на место происшествия полицейских Михаил Ивагин, место происшествия